Ратификация в Нидерландах, соглашение об ассоциации Украина-ЕС, это дальновидная позиция. Так президент Петр Порошенко поприветствовал решение Нижней Палаты Парламента этой страны. Назвал это взаимовыгодным проектом. Накануне Нижняя Палата Голландского Парламента ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. За документ проголосовали 89 из 150 депутатов Палаты представителей. О том, в какой атмосфере происходил процесс ратификации Нижней Палаты Нидерландов соглашения об ассоциации Украина-ЕС, мы поговорим с собственным корреспондентом Украинформа в Брюсселе Андрей Лавренюк с нами на скайп-связи. Андрей, здравствуй. Здравствуйте, Даша. Нижняя Палата приняла законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом об ассоциации. Как протекал этот процесс? В какой атмосфере? Если мы говорим непосредственно о вчерашнем пленарном заседании, которое прошло относительно поздно вечером, после 19 часов уже, то голосование прошло достаточно успешно и уверенно, потому что ему предшествовало многомесячный большой путь, который прошла и Украина, и Европейский Союз, и самое главное правительство Нидерландов, относительно того, чтобы найти этот компромисс, вложить его, имплементировать его в соответствующий законопроект и найти голоса в его поддержку. И вчера состоялось голосование, 89 депутатов Палаты представителей Нижней Палаты Парламента Нидерландов поддержали ассоциацию с Украиной. Но, конечно, впереди еще будут несколько важных этапов, и нужно еще бороться за нашу ассоциацию с Европейским Союзом. А что может помешать голосованию Верхней Палаты? Это следующий этап. На самом деле, в Сенате, в Верхней Палате Парламента Нидерландов, у правительства Марка Рюты нет большинства. Всего лишь 25 депутатов из 70 входят в правительственную коалицию в Сенате. И поэтому нужно найти еще дополнительные голоса из представителей других фракций и политических групп. На сегодня прогноз относительно голосования в Сенате, который состоится уже после парламентских выборов в Нидерландах 15 марта, сдержанно положительный. Несмотря на отсутствие коалиции и большинства, есть несколько депутатов, несколько политических сил, которые готовы составить такое ситуативное большинство и поддержать ратификацию в Сенате этого документа. Какие аргументы стороны, которые против ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС? Самым главным аргументом это являются результаты референдума в Нидерландах, который прошел в апреле 2015 года. Ну, надо сказать, что он был консультативным. Ассоциативным. И поэтому, несмотря на консультативность и несмотря на отсутствие прямой юридической силы этого референдума, воле изъявления избирателей и граждан нужно поддержать. Андрей, а какова позиция официального Брюсселя на ратификацию соглашения Нижней Палаты? Официальный Брюссель, конечно же, всячески поддерживает эту ратификацию. И вчера была официальная реакция профильного еврокомиссара Юхана Сахана, который написал в своем твиттере, что это правильный шаг на пути к завершению ассоциации. И он приветствует от имени Европейской комиссии. И мы раньше, ранее слышали заявления руководителей Европейского союза, лидеров, глав государств, членов, которые все уже давно ратифицировали это соглашение, кроме Нидерландов. Конечно, это поддерживается и это является сейчас вопросом способности самого Европейского союза, скажем так, выполнять свои международные обязательства перед Украиной в частности. Андрей, спасибо за эту информацию. Сапкор Украинформа продолжает следить за тем, что происходит вокруг процесса ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС. А мы продолжаем выпуск новостей.